Песеля 29, Римлянам 15.14 И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Апостол выше сказал, что я, апостол язычников, прославляю мое служение, так же, чтобы, придя к вам, как бы кого не посидить, и еще, не мудрствуйте о себе, и потом, ты почему осуждаешь брата твоего? И опять, а ты кто, судящий чужого раба? А также употреблял много других подобных выражений. И после того, как он высказал в своем послании много жесткого, в заключении он врачует нанесенные раны. И чем начал, тем и оканчивает. Вначале он сказал, благодарю Бога моего за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Здесь же он говорит так. Я сам уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. И в этом месте сказано даже больше, нежели в первом. Он не сказал, услышал я, но знаю. То есть я не имею нужды узнавать от другого, но я сам уверен в вас. Я сам, который вас обличал и обвинял. Вы исполнены благости. Это относится к недавно сделанному увещанию. Апостол как бы так говорит. Я и не считал вас жестокими и братоненавистными, когда советовал принимать друг друга, не оставлять и не разорять дело Божие. Я знаю, что вы полны благости. Благости уже, как думаю, именует он здесь полноту добродетели. И не сказал имейте благость, но полны благости. С такой же выразительностью и продолжает. И всякого познания, что было бы в пользу, если бы они при своей любви не знали, как должно обращаться с любимыми. Потому апостол и присовокупил. Исполнены всякого познания, так что можете наставлять друг друга. Обрати внимание на смиренно мудрие Павла и на его мудрость. Как он, нанесший перед этим глубокую рану, когда уже достиг чего хотел, пользуется опять многим врачеванием. Довольно уже было для их успокоения, кроме сказанного одного того, что апостол сознается в излишней смелости. То же делает он и в послании к евреям, говоря так. Надеемся, вас возлюблены, что вы в лучшем состоянии и держитесь в спасении, хотя так и говорим. Подобный к Коринфянам пишет. Хвалю вас, что вы все мое помните, как я передал вам, так и держите. Евреям 6.9.1 Коринфянам 2.2 И в послании к Галатам говорит. «Надеюсь о вас, что вы не будете иначе мыслить». 5.10. И во всех посланиях Павла повсюду можно встретить ту же мысль, но здесь преимущественно, потому что римляне пользовались большим уважением, и надменный их ум надлежало смирять не только строгими, но и кроткими мерами. Апостол и употребляет те и другие. Поэтому и здесь он говорит им. «И я имел смелость писать вам, но недовольствие с этим присовокупил отчасти, то есть слегка. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати. Но и на этом не остановился. А что говорит? Как бы вспоминая о вас, и не сказал он уча вас, или напоминая вам, но воспоминая, то есть немного напоминая. Замечаешь ли, как наконец соответствует началу? Как в начале послания апостола говорил, «Вера ваша возвещается во всем мире» 1.8, так и в конце прибавил, что ваше послушание известно всем. И как в начале сказал, «Желал бы видеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему», так и здесь выразился. чтобы поделиться с вами в напоминание вам, по данной мне от Бога, благодати. И здесь и там он сходит с учительской кафедры и беседует с ними, как с братьями, как с друзьями, как с равными. А это главное достоинство учителя делать речь свою разнообразной для пользы слушателей. Замечуя, как апостол сказал, «Писал вам, братья, с некоторой смелостью, притом отчасти, как бы в напоминание вам, выражаясь еще скромнее, присовокупил, по данной мне от Бога благодати, как и в начале он говорил, должник. И как бы говоря, не сам я восхитил себе честь, не сам первый взялся за дело, но Бог повелел мне это, и притом по благодати, а не потому, что нашел меня достойным для этого. Итак, не огорчайтесь, не я восстаю, а Бог повелевает». И как там апостол сказал, которому служил в благовествовании сына его, так и здесь сказал, «За благодать, данную мне от Бога». И добавляет, «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, чтобы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». После достаточного доказательства сказанного апостол обращает речь к важнейшему достоинству своего апостольства и называет его не просто служением, как в начале, но священным служением и священодействием «Проповедовать и благовествовать это мое священство, это жертва мною приносимая». А священника никто не может упрекнуть в том, что он заботится о беспорочности приношений жертвы. Такими словами апостол вместе окрыляет помыслы верующих, показывая им, что они жертва, и оправдывает себя тем, что ему так повелено. «Мой жертвенный нож, говорит он, есть Евангелие и Слово проповеди, а цель моя не та, чтобы самому прославиться и сделать со знаменитым, но да будет приношение от язычников благоприятное и освящено Духом Святым, то есть да будут приятны Богу души, научаемых мною. Бог, изведший меня на это дело, не столько хотел меня прославить, сколько имел попечения о нас». 826. «Каждое приношение может сделаться благоприятным? Во Святом Духе». «Не одна вера нужна, но и духовная жизнь, чтобы мы могли удержать в себе Духа данного однажды. Не дрова и огонь, не жертвенник и нож, но Дух для нас все. Потому я всеми мерами стараюсь, чтобы этот огонь не угасал, так как мне поручено это. Почему же ты говоришь об этом тем, кто не имеет нужды? «Потому-то, — отвечает апостол, я не учу, а напоминаю. Как в Ветхом Завете священник предстоял пред Богом, возжигая огонь, так я предстою, возбуждая ваше усердие». И, заметьте, он не сказал, «Да будет приношение от вас, но приношение, которое от народов, а под словом «от язык», разумеется, «вселенную», то есть всю землю и море. И таким образом смиряет гордость римлян, чтобы они не считали недостойным иметь своим учителем того, чье влияние простирается до предела вселенной. То же сказал он и в начале послания, как и в прочих народах, «Еленом, варваром, мудрым и неразумным должен я». Ибо имеет похвалу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Так как апостол весьма смирил себя, то опять возвышает слово и делает это с тем, чтобы римляне не признали его презренным. Возвышая же себя и говоря, имея им похвалу, не изменяясь своему обычаю, хвалюсь, говорит он, не самим собою, не усердием своим, но благодатью Божией ее. Ибо не осмелись сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, в вере, словом и делом. Силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Никто не может сказать, говорит апостол, что слова мои одно хвастовство. Я могу представить многие признаки такого моего священодействия и доказательства моего рукоположения. Ни падир, ни звонцы, ни увязло и кидар, как у ветхозаветных, но то, что гораздо более внушает благоговейного страха, знамения и чудеса. Нельзя сказать, что я был поставлен Богом и не выполнил порученного, а лучше сказать, и не я это совершил, а Христос. Почему я и хвалюсь в нем, хвалюсь немаловажными какими-нибудь делами, но духовными, это самое и означает слова его в Боге. А что я совершил, то, на что был послан, и что слова мои не хвастовство, об этом свидетельствуют чудеса и послушания язычников. Не смею сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников в вере, словом и делом. Смотри, как апостол усиливается доказать, что все принадлежит Богу, а не Ему. Если я говорю что-нибудь или делаю, или совершаю чудеса, все это производит Христос, все производит Дух Божий, силы знамений и чудес, силы Духа Божия. Говоря это, он вместе показывает и достоинство Духа. Замечаешь ли, насколько все это жертва, приношение и символы чудеснее и страшнее ветхозаветнего служения? Говоря словом и делом, силой знамений и чудес, апостол под этим разумеет учение, любомудрие относительно Царства Божия, явление дел и жизни, воскрешение мертвых, изгнание бесов, прозрение слепых, хождение хромых и все другие чудесные действия, какие совершил в нас Дух Святый. Далее в подтверждении этого он указывает на множество учеников, так как, между прочим, и об этом было упоминание, и потому присовокупил, что распространил мною Господь слово свое от Иерусалима и окрестности до Иллирика. И так он перечисляет города и страны, народы и племена не только в римской державе, но и у варваров, не только совершив путь через Финикию, Хирию, Киликию, Каппадокию, но и пристав все и за ними лежащие народы сарацинов, персов, армянов и прочих варваров. Апостол сказал и окрест, для того, чтобы ты шел не прямой только и большой дорогой, но и всякую, и мысленно проник и в Южную Азию. И, как сказал, в силе знамения чудес, он изобразил одним словом всю совокупность чудес, так и в одном слове окрест. Он соединил опять бесстисленные города, народы, племена и страны. Вообще же он далек был о всякой кичливости и говорил это для римлян в той цели, чтобы они немного о себе думали. Вначале он сказал, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. 1.13 А здесь ссылается на обязанность священства. Так как он раньше употребил несколько жестких выражений, то здесь яснее показывает власть свою. Потому там он просто сказал, как и в прочих народах. А здесь указывает и все места своего проповедания. И таким образом отовсюду подрывает их надменность. И не просто сказал проповедовать Евангелие, но при том я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Вот еще новое преимущество апостола, который не только благовествовал многим народам и обратил их, но и не приходил с проповедью к тем, которые были уже научены. Он так был далек от того, чтобы привлечь в себе чужих учеников и делать это для собственной славы, что учил только тех, которые не слышали проповеди. Потому и не сказал он, где не уверовали во Христа, но что значительнее, где даже и не именовалось имя Христа. Для чего же он заботился об этом, чтобы не сеять на чужом основании, говорит. А этими словами он доказывает, что чужд честлавие, и вместе внушает римлянам, что пишет к ним не по любви к славе и не из желания получить от них честь, но потому что исполняет свое служение, совершает священно действие и заботится о их спасении. Основание же, положенное апостолами, он называет чуждым не по свойству лиц и не по характеру проповеди, но по отношению к награде каждого. Их проповедь сама по себе не была для него чуждой, но была чуждой только по отношению к награде, так как чужда была для него награда за труды, понесенные другими. После того апостол показывает, что таким образом исполнилось пророчество, говоря так. Но как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Видишь ли, что Павел спешил туда, где требовалось больше труда и пота. Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам. Смотри опять, как у апостола заключение послания сходно с началом. Вначале он сказал, «Я много раз хотел прийти к вам, но имел препятствие». А здесь представляет причину, по которой был задержан не раз и не два, но многократно. Как там, говорит, «Много раз он хотел прийти к вам, так и здесь». Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ведь то, что он многократно собирался к ним, всего более доказывает его сильное желание быть у них. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, видишь ли, как он доказал, что писал к ним и приходил не для снискания у них в себе славы. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Чтобы римлянам не показалось унизительным, если бы апостол сказал, «Иду к вам, потому что нет у меня другого дела», он опять обращает к ним слово любви и говорит, «Желание имел прийти к вам уже много лет. Я желал прийти к вам не потому, чтобы имел свободное время, но чтобы разрешиться тем желанием, которым давно мучусь. Но чтобы этим опять не возбудить в них гордости, смотри, как он смиряет их, и говоря, «Когда пойду в Испанию». Потому он и написал это, чтобы они не подумали много о себе, так как он желает вместе и любовь свою показать, и их не допустить до кичливости. Поэтому он часто говорит об одном и том же и попеременно раскрывает то и другое. А для того, чтобы римляне опять не сказали, он хочет только мимоходом быть у нас. Апостол и присовопупил, и повидать-то с вами, чтобы вы меня проводили. То есть вы сами будете свидетелями, что спешу не из презрения к вам, но увлекаемой нуждою. А так как это еще печалит их, то он успокаивает их утешительным словом, чтобы насытиться общением с вами, хотя отчасти. Выражение «мимо» и «идя» он показывает, что не ищет от них славы. А словом «насыщусь» выражает, что стремится к ним из любви, и при том не простой любви, но сильной, почему и сказал «насыщусь», но отчасти. Никакое время не может насытить меня и дать мне присыщение в пребывании с вами. Видите ли, как он доказывает любовь свою тем, что при всей необходимости поспешить, он не прежде оставит их, как насытиться. И то уже служит признаком любви его, что он употребляет выражение, исполненное такой теплоты. Ведь он не сказал «увижусь с вами», но «насыщусь», подражая выражениям родителей. В начале он говорил, чтобы иметь некий плод и у вас, а здесь выражается «да насыщусь». То и другое обнаруживает сильное влечение сердца. В первом содержится величайшая им похвала, если от послушания они должны даровать апостолу плод, а во втором он уже прямо показывает искреннюю привязанность. Также точно писал он и к Коринфянам, чтобы вы проводили меня, куда я пойду, во всем выражая свою ни с чем несравнимую любовь к ученикам. Этим он всегда и начинал свои послания и оканчивал. Как чадо-любивый отец любит своего единственного, родного сына, так он любил всех верных. Почему и говорил, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Это прежде всего остального и нужно иметь учителю. Потому и Петру Христос сказал, если любишь меня, посея овец моих. Кто любит Христа, тот любит и стадо его. И Моисея Бог поставил вождем народа иудейского, после того, как он показал свое усердие к своим единоплеменникам. Подобный и Давид зашел на царство, явивший прежде привязанность к своим соотечественникам. Еще в юности он так скорбел о людях, что готов был отдать свою душу, когда умертвил иноплеменника. Хотя и спрашивал, что будет тому человеку, который убьет всего иноплеменника. Но говорил это не потому, что домогался награды, но только хотел, чтобы ему оказали доверие и допустили доротоборство с ним. И потому, когда после победы он пришел к царю, то и ничего не сказал об этом. И Самуил отвечал со сильной любовью, почему и говорил, «Я не возьму на себя такого греха пред Господом, чтобы перестать молиться о вас пред Господом». 1 Сарс 12.23 Так или лучше сказать, гораздо более Павел сгорал любовью ко всем подчиненным ему. Поэтому и учеников он так расположил в себе, что говорил, что если было бы возможно, то вы очень исторгли бы и отдали мне. Потому и Бог более всего укоряет иудейских учителей за недостаток любви, говоря, «Горе пастырем Израилевым, которые пасут сами себя, не овец ли должен пасти пастырь?» Но они поступали иначе. «Молоко едите, — говорит Бог, и волною одеваетесь, и тучное заколаете, а овец моих не пасете» из Ихилия 34. И Христос, представляя образец совершеннейшего пастыря, говорит, «Пастырь добрый душу свою полагает за овец». Так поступал и Давид во многих случаях, а особенно тогда, когда страшный гнев угрожал истреблением целому народу. Видя общую гибель, он воскликнул, «Я согрешил! Я, пастырь, сделал зло! А сие овцы!» Что сделали они?» 2 Царс 24.17 Поэтому и при выборе наказания он избрал не голод, не преследование от неприятелей, но смерть, посылаемую от Бога, в той надежде, что она пощадит других, а прежде всех поразит его самого. Когда же этого не случилось, он плачет и говорит, «Да будет на мне рука твоя! А если этого недостаточно, и на доме отца моего! Ибо я, пастырь, согрешил!» Он говорил как бы так, «Если бы и они согрешили, я подлежал бы наказанию за то, что не исправлял их!» Когда же грех был, собственно, мой, то по всей справедливости мне должно подвергнуться наказанию. И желая увеличить вину свою, Давид именует себя пастырем. Так он и остановил гнев. Так и умолил Бога отменить определение. Таково исповедание праведника. «Праведный себя самого оглагольник» Притча 18.17 Такова попечительность и сострадательность совершеннейшего пастыря. Гибель подданных так же тердала сердце Давида, как смерть родных детей. Почему он и просит Бога обратить гнев на него самого? И он сделал бы это в самом начале поражения, если бы не надеялся, что оно, идя своим путем, достигнет и его. Когда же он заметил, что это не совершается, а бедствие истребляет только подданных, то он не стерпел этого и был уязвлен более, чем смертью первенца своего Амнона. Тогда он не просил себе смерти, а теперь желает пасть прежде других. Таким надобно быть начальнику, который должен скорбеть более о чужих, нежели о собственных несчастьях. Такую же скорбь чувствовал Давид, лишившись сына. Из всего можно видеть, что он любил его не больше, чем подданных. Хотя Весолом был необузданный юноша и замышлял отца убийства, однако же Давид говорил, кто дал бы смерть мне вместо тебя? Что ты говоришь, блаженный и кратчайший из всех людей? Сын стремился умертвить тебя, окружил тебя бесчисленными бедствиями, а ты, как скоро его не стало и одержана победа, молишь себе смерти? Да, отвечает, не для меня приобретена эта победа войском. Во мне кипит брань сильнее прежней, и сердце мое разрывается теперь больше прежнего. Так Давид и подобные ему заботились о вверенных им. Облаженный Авраам прилагал великое попечение даже и о тех, которые не были ему вверены, и даже такое попечение, что подвергал себя великим опасностям. 832 Не в пользу одного только племянника своего совершил он то, что совершил, но и для садомлян, и не прежде перестал преследовать персов, как освободил всех садомлян. Хотя можно было ему возвратиться назад по освобождению одного лота, однако же Авраам не захотел этого, потому что заботился равно о всех, как и доказал это впоследствии. Когда садомлянам угрожало не нашествие войска и наплеменников, но гнев Божий готов был истребить до основания города их, когда настояла нужда ни в орудии, ни в брани, ни в ополчении воинов, но в молитве. Тогда Авраам ходатайствовал за них с такой заботливостью, как будто бы ему самому предстояла погибель. Вследствие этого и раз, и два, и три, и многократно приступает он к Богу, даже ссылается на слабость в человеческой природе, говоря, «Я земля и пепел». И так как знал, что садомляне сами навлекли на себя гнев Божий, то умоляет спасти их ради других. И Бог говорит ему, «Утаю ли я от Авраама раба моего, что хочу сделать?» Чтобы мы уразумели из этого, сколько праведник человека любив. И Авраам не перестал бы умолять Бога, если бы Бог первый не отошел от него. Хотя, по-видимому, он молился о праведных, но на самом деле все это было для садомлян. Ведь души святых исполнены кротостью и человеколюбие как к своим, так и к чужим. Они жалеют даже бессловесных, потому и премудрый сказал, «Праведник, милые души скотов своих» – притча 12.10. А если скотов, то гораздо более людей. Но так как я вспомнил о животных, то представим себе, сколько тяжелых трудов переносят пастухи овец в каппадокийской стране, заботясь о бессловесных. Часто, занесенные снегом, по три дня сплошь остаются они в таком положении. Говорят также, что не меньше бедствий переносят пастухи в Ливии, по целым месяцам скитаясь по этой суровой пустыне, наполненной самыми свирепыми зверями. А если столько забот бывает о бессловесных, то какое извинение будем иметь мы, когда нам верены разумные души, а мы спим таким глубоким сном. Можно ли тут думать об отдыхе? Можно ли искать покоя? Напротив, ли этих овец не должно ли идти повсюду и подвергать себя тысячи смертей? Или вы не знаете цены этого стада? Не для него ли твой владыка совершил бесчисленные деяния и пролил даже свою кровь? А ты ищешь покой? Что же может быть хуже таких пастырей? Разве ты не понимаешь, что и Христово стадо окружено волками, которое злее свирепее ливийских? Неужели ты не представляешь себе, какую душу должно иметь тому, кто принимает на себя начальство церкви? Народные правители, совещаясь о делах маловажных, дни и ночи проводят в бодрствовании, а мы, подвязающиеся для неба, спим и днем. Кто же после этого избавит нас от наказания за такую беспечность? Если бы даже надлежало резать тело, если бы предстояло испытать бесчисленные смерти, то не следовало ли бы спешить на все это, как на торжество. Пусть слышат это не одни пастыри, но и овцы, чтобы сделать пастыри более усердными и побудить их к большей ревности, оказывая им всякое послушание и повиновение и ничего другого. Так заповедал и Павел, говоря, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, ибо они бдят о душах ваших, как должны дать за вас отчет. Евреям 13 17 Под словом же бдят он разумеет бесчисленные труды, заботы и опасности. Добрый пастырь, именно такой, какого и желает Христос, состязается в подвигах с многочисленными мучениками, ведь мученик однажды за Христа умер, а пастырь, если он таков, каким должен быть, тысячекратно умирает за стадо, он даже каждый день не может умирать. Поэтому и вы, зная труд его, содействуйте ему молитвами, усердием, готовностью, любовью, чтобы и мы для вас, и вы для нас сделали похвалою. Потому и Христос, веряя стадо свое первоверховному из апостолов, который более всех любил его, предварительно спрашивал, любишь ли меня, чтобы ты уразумел, что попечение о стаде Христовом является преимущественным признаком любви к самому Христу, так как для этого нужна мужественная душа. Но это сказано мною о совершенных пастырях, не о мне самом и о подобных нам, но о пастыре, если есть такой, вроде Павла или Петра или Моисея. Итак, будем им подражать как начальствующие, так и подчиненные, ведь и подчиненному можно отчасти быть пастырем своего дома, друзей, домашних, жены, детей, а если мы так будем управлять делами своими, то достигнем всех благ, получить которые да будет дано всем нам благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и с пресвятым и животворящим Духом слава, честь и поклонение держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.